если вы уходите какой-то вид гарда типа хавгарда вы естественно можете тут тоже отработать а я вам хочу показать другое я вам хочу показать как быть его inside позицию из inside позицию идти в то что мы сейчас делаем давайте начнем с маунт есть такая штука keeping escape если вы следите за горным районом складом вы наверняка эту штуку видели если не следите то увидите сейчас и по поводу это его ухода небольшое предупреждение я регулярно когда показывают сталкиваюсь для вещами кто-то говорит о круто и начинает делать и уходить так кто-то говорит думает походу что это какая-то странная дерьмо не работающая и не пробовать через какое-то время если они пробуют она у них начинает получаться либо так и не пробовать но я вас прошу дать эту штуку шанс хотя как бы она немножко забрал чуть заправил может даже ноги подсвел контролирует может забирать одну лучший первый момент я буду его снимать но дело что мне нужно небольшое выведение из равновесия так чтобы его таз был не строго надо мной а хотя бы капельку в стороне капельку под углом чтобы его таз ушел с этой линии хотя бы немножко вот сюда или немножко вот сюда и первое что мне нужно на самом деле освободить чуть-чуть от захвата соответственно первое движение не падай зачем ты падаешь первое движение вывести его в стену сорвите захвата поставьте либо руки под таз причем важно не вот так вот засовывая глубоко чтобы вам сломали кисти а используя вот эти вот косточки то есть все упоры ладонями они не такие чтобы вам и так ну поставь мне что-то сейчас на водой локоть да вот видите не такие чтобы вам кисть сломали а вот на эту часть приходится как бы это жесткий упор пальцы просто помогает фиксировать потому что я часто вижу этот момент что как бы человек ставит здесь мы просто продавливает кисть она у него хрустит может не хрустит но он ее убирает если я поставлю так блин у меня пипец будет вот этот упор косточками в косточке и поэтому первое чуть подувили из равновесия подставили хотя бы одну руку но лучше всего да в принципе посмотрите гордо он без рук делает но я так не могу следующий момент вам нужно немножечко вывести его из равновесия для того чтобы сделать кипинка скейт так чтобы таз был не надо мной а хотя бы чуть-чуть сзади или в стране проще всего в стране и отсюда то что я делаю подвожу колени спасибо это сказал и уже возможно у них появилась мысль что все-таки это буду пробовать окей рамочки отсюда колено забираем бедро ногами контролируем здесь нога не гуляет здесь контролируем таз мы в принципе если вы сразу можете взять реверсал переходим реверс если не сможете переходим в синглаш если он начинает от вас убегать это будет правильная реакция для него на самом деле убегать от вас сразу когда вы хороший кипинг начали делать как бы окей вы хотя бы установили хорошую позицию без атаки не только мага кстати лишь хорошим тоже эту штуку делает она прям у него террор окей еще раз механика здесь таз достаточно плотного держит если он будет тяжелым вам придется еще не думать что он получится у вас за одно движение сразу если он будет тяжелым вам придется чуть напрячься все равно потому что как бы он же хочет нас раскатить позиция не самый хороший и если вы будете если он будет держать таз над вами хорошо вам придется сначала убирать таз то есть если вы чувствуете здесь вес ну как бы киппинг не пойдет может сколько угодно это делать у вас нет упора у вас нет киппинга как бы у вас не получится ищите первое чуть выведите таз в сторону самое простое как вывести нас в сторону это мостик более сложные варианты от различные виды маятников то есть как бы такая раскачка важный момент здесь когда уже делать скиппинг вы не должны расслаблять спину расслаблять пресс и пытаться вот так вот махать ногами ваше движение производное от спины долго объясняем потому что действительно хочу чтобы вы с этой штукой разобрались давайте попробуем раз два слушай сначала хотя бы половину смотри давай так возьмем как он сидел пояс или там чувака возьмем мишу панкова положим на него хороший контроль меня это самая большая а второе не хватает за башку где руки в пол съезжать назад закрывать на ногах треугольника как хабиб чтобы он просто не мог достать ноги а вот это вот хватать за голову для жадных которые потом сейчас вот это и все выяснили удачи 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 Ты доволен? Да, более чем. Скажи, для кого этот семинар? Вообще для всех. То есть Белый Поезд может его смотреть, изучать? Что-то он оттуда не возьмет. Не все он возьмет. Анастасия, скажите мне, пожалуйста, чем семинар, видео-версия лучше семинара? Видео-версию вы можете поставить на паузу и отработать через недельку. А на семинаре вот эти три часа вы на паузу не поставите. Где-то через час-полтора опытных через два обзрывается мозг. А если в помещении душно, а здесь душно. Семинар классный, но я все жду, когда все-таки белым и синим поясом запретят на них появляться, чтобы можно было разбирать нормальные серьезные техники для взрослых поясов. Я рекомендую им не ходить, просто чтобы уже можно было повышать все-таки уровень семинара, потому что все круто, но серьезно. Хочется уже все-таки взрослых техник со взрослыми реакциями, сложными комбинациями, а не вот это вот. Я не знаю, как вы родители на весь я в сингл-эксе. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok